Я считаю, что перемены нужны и думаю, что настало время, скоро будет 20 лет, как принята наша Конституция. Конституция принималась в условиях явного доминирования воли президента, и у нас президентская республика с очень большим перекосом полномочий в сторону именно президента. Я уже говорил и еще раз повторюсь, уверен, что в ближайшие 15, может быть, 20 лет России нужна именно президентская республика, парламентскую не надо нам вводить, а категорический противник, но перераспределить ряд полномочий в пользу парламента от президента – это веление времени. Я предлагаю конкретно при формировании правительства, пускай премьера назначает и избирает Государственная Дума, министров, членов правительства избирает Государственная Дума, без всякого вынесения со стороны президента, сами фракции предлагают, вносят и большинством принимаются решения. За исключением силовых министров, министра обороны, министра МВД, ФСБ, возможно, невозможно, а точно нужно делать министра странных дел, это пускай будет кириатура президента. Он рекомендует и по согласованию с Государственной Думой, то есть консультации проводятся все равно, но все-таки здесь уже первое слово за президентом, Дума как бы должна отвечать. Вот такое видение необходимых изменений не видится. Но я уже говорил, что я считаю необходимым все-таки принять наконец-то по прошествии уже 18 или 19 лет существования Конституции закон о Конституционном Собрании. Эта норма прописана в законе, в Конституции. С 1994 года лежит внесенный законопроект в Государственную Думу, но никто не торопится его рассматривать. А ведь задача Конституционного Собрания сначала ответить на вопрос, нужно ли менять Конституцию, потом, если ответ положительный, Конституционное Собрание приступает к написанию новой Конституции, либо изменению кардинального, что должно делаться именно в конце концов на референдуме, а не меняться Конституцией парламентом, как мы иногда тут точечно что-то делаем. И говоря о возможностях изменений в Конституции, я еще раз повторю, вот даже на самой поверхности видно, что, наверное, будет правильно, если в Конституции Российской Федерации появятся, как минимум, три новые главы. Глава, которая будет называться «Россия в союзных государствах». В 1993 году мы только-только разбежались по национальным квартирам после распада Советского Союза. Сейчас мощные интеграционные процессы идут. Но я напомню, что у нас есть вообще-то, к сожалению, больше на бумаге, «Союз России и Беларуси». У нас есть единое таможенное пространство. У нас сейчас вот есть интересный евразийский проект. У нас есть УДКВ, у нас есть Евразес, у нас есть СНГ. Да, вот в Конституции ничего об этом не говорится. Вот у нас уже много лет работает общественная палата. В Конституции об этом ни слова нет. А я считаю, что должна появиться глава, которая будет называться «Гражданское общество». Да, и там как раз взаимодействие гражданского общества с государством, в том числе некая формализация ситуации с общественной палатой должна пройти. Ну и, наконец, глава контрольные органы. У нас сейчас в Конституции есть тезис о счетной палате. Но почему-то у нас сейчас счетная палата, являясь инструментом контроля парламента, фактически формируется президентом. Это к вопросу опять о переспределении полномочий от президента в сторону парламента. Ну и, кстати, здесь запомню, что и по судам то же самое. Это должны быть полномочия парламента, власти представительной. Они должны формировать высшие суды в нашей стране без участия президента. И в главе возможной будущей Конституции контрольные органы нужно прописать и гражданский контроль, нужно прописать четко функции полномочий счетной палаты, парламентский контроль и много-многое другое. Поэтому вот уже такие первоочередные системные вещи, которых сегодня нет в Конституции, необходимо вводить. Для этого я считаю, что нужно начинать спокойную работу по организации Конституционного собрания. Не какого-то чрезвычайного, а в режиме таком планном, спокойном. Продолжение следует...